Маршак Маршак Воспринимались мною человеком из бронзы Что он был живой, это прекрасно и почти невероятно Большая ответственность временем ложилась на мои плечи Тем более это первое задание редакции К поэту я пошел не один Со мной были журналисты, пишущие звук и пишущие текст Так складывалась работа в журнале Один снимал, второй делал звуковой репортаж, третий текст описал Задача сделать портрет Конечно, это не должно быть бытовое решение Это не должно быть репортажное, случайное решение Входим к нему и оказываются в большой комнате С очень большим количеством мебели Мелких предметов, штор Много пыли Помещение темное, даже очень темное Я не сразу разглядел нашего героя Глаза должны были привыкнуть к слабому свету На каком-то диване или даже кровати Сидит небольшого физического масштаба человек С деформацией плеч Правое плечо выше левого С немного безрожнишим усталым взглядом Отрешенно смотрит перед собой и ждет Физическая слабость чувствовалась в нем Сзади него мелькнули два толстых кислородных баллона Женщина, открывшая дверь, сказала, что у нас буквально 20 минут, не более Он плохо себя чувствует, и его надо уважать У меня в руках камера с черно-белой пленкой Небольшой набор оптики Без вспышки Без добавочного источника света Я пытаюсь работать сразу А нет Надо уступить место коллегам Когда включен микрофон и задан вопрос радиожурналистам Снимать неэтично Звук камеры может испортить запись Подхожу ближе Смотрю Отхожу дальше Захожу слева, справа Осматриваю помещение Оно не приспособлено для съемки Почти темнота Провал света Даже экспозиционно не хватает света Он очень слабо освещает этого человека Как создать рисунок света на лице? Как спасти ситуацию? Я невольно представил разговор с главным редактором Если я буду снимать без каких-либо изменений Ужасно Уши начинают краснеть Что делать? Выхожу в коридор И обращаюсь к женщине, встретившей нас Можно ли сдвинуть занавески на окнах? Да, пожалуйста Но только ненадолго Ему тяжело воспринимать яркий свет Я дергиваю правую штору Для того, чтобы часть лица осветилась Закрываю вторую Отодвигаю еще одну Включаю верхний свет Но получается рыхлое, вялое Неконтрастное, нефактурное изображение Присматриваясь к своему герою Морщины Которые у него в большом количестве на лице Видимо, это плата за каждую спирт За каждую литературную строчку Знаете, как на руке отпечаток судьбы Именно этот отпечаток у него на лице Это можно прочесть в каждой его складке Напряжение губ Взгляд немного пассивный Мои коллеги достают микрофон и начинают записывать встречные диалоги Микрофоны мешают, лезут в кадр Я прошу немного их сдвинуть Приступаю к съемке Думаю, надо возвеличить этого человека Съемка снизу возвеличивает этого поэтического классика Стою перед ним на колени Смотрю в камеру Лицо с искажениями Выступает вперед скула С губами Глаза уходят назад А не в провале В темноте возникают какие-то детали На потолке Кадр явно не годится По композиционному признаку Я начинаю искать Стою с колен Захожу слева Мешают баллоны И профиль человека Нехарактерный и некрасивый Сделав десятки эскизных кадров Я нахожу точку С которой можно и нужно снимать Спокойный ракурс Сила кадра переносится на выражение лица Но не хватает света Я снова обращаю хозяйки дома И спрашиваю Нет ли настольной лампы Есть одна на письменном столе Сейчас я ее принесу Она протягивает мне стандартную пластмассовую лампу черного цвета Которая может изгибаться с очень слабой лампочкой Включаю Она на довольно приличном расстоянии от моего героя Свет от нее почти не чувствуется Что делать? И сейчас световое решение одновременно думаю Каким объективом снять? Ставлю 85 мм Это так называемый портретный объектив Но рисунок этого объектива В данном случае мне показался неинтересным Ставлю объектив в 55 мм Такумар Японской фирмы Асахи Пентекс Изображение благодаря ему кажется лучше Объемнее, контрастнее Но что делать со светом? Я еще раз обращаюсь к хозяйке Может быть у соседки есть настольные переносные лампы? Да Подождите Слышу за дверью короткий разговор с соседями Появляются две лампы Одна похожа на ту, что была А другая с розовым абажуром Ставлю эти лампы слева и справа Контровым светом Слева была возможность поставить лампу на деталь мебели И она оказалась немножко сверху Свет приобретает жесткость Он стал читаемым как источник Это никуда не годится Это тоже не годится как съемка с Блиц Это не профессионально Надо создать нюансовый рисунок Надо создать рисунок жизни этого человека Он на меня не смотрит По-моему, он вообще переводит взгляд Слева направо Не фиксируя видимое У него, вероятно, нет внутренних сил Сосредоточиться на происходящем перед ним Как обратить на себя внимание Как помочь ему сгруппироваться Что для него самое близкое Его творчество Надо ему напомнить о нем Сделать так, чтобы он посмотрел на меня внимательно Но как? Когда я стал строить кадр Начиная с очень крупного Исчезла тело, одна голова Исчезал как бы постамент С особыми деталями Худые плечи, складки рубашки Общая немощность, натурализм Прихожу к выводу Крупную снимать нельзя Строю композицию с руками и плечами Она немножко диагональная, динамичная Детали рубашки Несимметричный горизонт плеч Все это становится необходимыми атрибутами Высокие морщинистые лоб Причесанные волосы говорят о том Что человек готов жить и работать дальше Как же быть? Как оживить моего героя? Как возбудить его интерес к гостям? Проходит несколько томительных минут Съемки начинают заваливаться Я слышу вопросы моих коллег В голове сами собой появляются строки Написанные сидящими передо мной человеком Делаю жест коллегам и начинаю декламировать Дама сдавала в багаж Диван, чемодан, саквояж Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку При первых же словах глаза его вспыхнули и метнулись в мою сторону С повышенным вниманием Мгновенная реакция с моей стороны Мелькнула мысль, снята Я стал пятиться назад Опустив камеру всем своим видом Как бы говоря Съемка окончена Еще некоторое время журналисты атаковали нашего героя Он отвечал медленно Говоря, что слово Кругозор удачное для названия журнала Что он желает ему творческого успеха Что все замечательно И он очень рад Что появился такой коллектив Нет, нет Нельзя быть таким самоуверенным Надо продублировать ситуацию К тому же я Недоволен светом Обращаюсь к коллегам Подержите, пожалуйста, лампу И вот эту простынку, которая здесь лежит С одной стороны я направил источник света на простыню Тем самым создавая мягкий свет А вот с левой стороны Настольный ламп осветил верхнюю часть головы Я немного поправляю Мне нравится поставленный рисунок Теперь стоял вопрос Как выявить глаза Как их открыть Как заставить еще раз посмотреть на меня Повторяю тот же ход Читаю А это пшеница Которая в темном чулане хранится В доме, который построил Джек Он почти улыбнулся, взглянув на меня Я опять успеваю нажать нужную кнопку Результат я увидел только в лаборатории Появился материал Оказалось много невыразительных кадров И только эти два кадра Которые я тщательно подготовил Оказались в идеальном решении Один оказался немного лучше другого Взгляд маэстро был собран Внимателен Очки с сильными минусовыми линзами Делали его пристальным Только этот кадр мог получить право Жить дальше Я посчитал свою задачу Выполненной Выполненной